Всем привет, мои золотые! Вот вы не поверите, вторая часть обзора на Быкову еле-еле добралась. Я сейчас зашла в зал. Смотрите, гордыня, как она пахнет. Мне ее подарили на день рождения. Я ее убрала с кухни, но для того, что... Я там штукатурю. Вы что думаете, задержалась? Я теперь еще и штукатурю. Это ужас. Я никогда не думала, что штукатурить, друзья, так сложно. У меня ушло на то, чтобы заделать полностью с одной стороны косяк двери. Часа полтора, наверное. В общем, я думаю, Таня, бросай, потому что, если ты дальше будешь до вечера этим заниматься, ладно, летит, так сказать, этот основной канал, видео на основном. Ты уже законспектированный текст не можешь выложить на Казачка готовит новости. Итак, друзья, вторая часть стрима Лельки. Посмотрела еще утром, выкладываю сейчас. Но там тоже было, в принципе, что-то интересненькое. Я выкладывала обзор на стрим Лельки с утра, с самого утра, и мы остановились на том, что... В общем, Сашок принес ей чай. В общем, они там стали пить чай и так далее. Ну вот, и когда этот Сашок появился, люди стали слать к ней в чат кольца, там, в общем, ржать над ними. Вот. И, в общем, всем она начала прикалываться. Вот, говорит, всем вам нужен Саша с пропитым лицом. Ну, типа того, говорят, что он бывший алкоголик, а он хотя не курит, не курит. И хоть она и говорит, что его не цепляет, судя по всему, его очень цепляет, потому что иначе он бы не обращал на то, что говорят окружающие, никакого внимания. Ну, сказали и сказали. Мало ли там кто чего говорит. Чего на этом вообще заостряться, правильно? Если тебя это никак не касается и на самом деле не волнует. Ну, так как он пытается людям доказать, что он не только не пьет, но еще и не курит, это значит, что вот это вот его все задевает. И, в общем, Быкова дальше начала рассказывать, что она, в общем, такая мамаша-мамаша, она и в школу ходит разбираться насчет детей. Я же остановилась на том, что, в общем, ей сказали, ой, вернее, она сказала, вернее, ей сказала дочь, что ее гнобят в школе. Вот это Саша, 10-летняя, ее обижают за это, господи, она начала про это рассказывать на стриме и сказала, что она будет покупать ей пианино для того, чтобы, ну, так, как бы не чувствовала себя бедной и покинутой. И люди в чат, ее зрители начали слать, в общем, страшилки, как их все гнобили. Сама Быкова рассказала про то, как ее всю жизнь гнобили. Вот, люди стали слать свои собственные страшилки, как они бедные страдали. Я не знаю, у них что, канал страдали-то, что ли? Ну, я не знаю, ну, блин, у меня тоже с родителями не очень повезло. Может, мне просто с классом повезло, черт его знает. Может быть, у нее там, знаете, все были супер, как вам сказать, суперпримерные, суперуспешные, а она, как бы, непонятно, от кого рожденная, а мама у нее с придурью. Что, мне не говорить о маме с придурью. Вот, ну, вот, может быть, за это, за все. Ну, и сама Быкова. Не говорите мне, что у нее все нормально, это, ну, короче, в нормальном состоянии девочке в 14 лет под дядек не ложатся. Ну, конечно, если он ее, если он ее просто обольстил, это совсем другой разговор. Ну, так вот, и, в общем, ей в этом, в чате пишут, вот, Олечка, вы так хорошо справляетесь с детьми, вам бы работать в детском коллективе, в детском саду воспитателям. И тут Быкова проговорилась. Я прям, знаете, аж бросила все делать, пошла и записала. У нее такая оговорочка по Фрейду, друзья, обратите внимание. Знаете, что она сказала? Она сказала, я никогда не хотела бы работать в коллективе с детьми. То есть, ей не интересно, ей не нужно, ей не интересно играть, объясняться, таскаться с ними, понимаете? Ей не интересно работать в коллективе с детьми. Это значит, что ей абсолютно не интересны свои собственные дети. Никто меня не убедит в обратном. Если человек это не любит, то он это не любит. Вот снимать ей, да, нравится. Она потом дальше начала развивать эту тему, где ей после того написали, что вы ему, там какая-то, в общем, женщина, написала целую петицию, то есть расклад ее характера. И Быкова говорит, фу, кто ее просил, типа того, высказывать свое мнение. Мне так вот так хочется задать вопрос. А тебя вообще кто просит лезть на YouTube со своим мнением по поводу всего? Вот меня кто просит? Никто не просит. Я сама, вот она я. Пришла, говорю вам, а вы хотите, принимайте, хотите, нет. А почему ей нельзя написать в чате то, что человек думает по ее поводу? Подумаешь, она пришла со своим мнением, пришла и написала. В общем, Быкова, судя по всему, так-то все зацепила. Дело в том, что та женщина написала, что Быкова неуспешная. Ну так вот, а так как Быкова только что оговорилась по Фрейду, что с детьми в детском коллективе ей совсем не интересно, а ей на самом деле не интересно, друзья, вот эти все дети рождаются у нее только для мебели, чтобы в чате написать, какая она, мамаша, десятерым детям. Сейчас мы зажжем опять лампадку для того, чтобы изгнать злых духов. На самом деле, мне просто очень нравится этот подарок, который мне подарили подписчики на день рождения. Мне вообще нравится, когда в доме хорошо пахнет. Вот эта свечка, вы знаете, даже сама не ожидала. Она реально пахнет. Прям, знаете, вот я отсюда выхожу, прохожу в свою ремонтирующуюся кухню, и там запах на весь дом. Классный. Пускай она погорит. Изгонит злых духов. Мне будет приятно рассказывать вам дальше. Она меня умиротворяет, потому что смотреть Быкову, друзья, никаких нервов не хватит. Ну так вот. И в общем, еще раз говорю, вот это вот, на эту фразу просто нужно обратить внимание, потому что это вот, вот сама суть Быковой. Ей не нужны дети. Это вы думаете, что она такая мама десятерых детей. Мама-мама, прям, знаете, поклоняйтесь ей все. Думаете, она прям за вас всю программу партии выполнила и нарожала вместо вас. Когда вы делали аборт, она нарожала вместо вас детей. И теперь вот эти вот бабки и тетки, которые в свое время убили своих детей, они перед ней преклоняются. Ну, надо же, Абыкова типа того ничего не сделала. Она все время говорила, я не убивала своих детей. Ну, не убивала флакте в руки, как говорится. Нарожала, и они у нее броют неприкаянные. Реальным самым образом, неприкаянные. Ну так вот. И она говорит, что с чего вы взяли, что я не состоялась? Я состоялась. Я состоялась как блогер и не только как блогер. Она еще состоялась как ветеринар, как зоотехник, как сыровар, как, я не знаю, тушенковар, наверное. В общем, она вот все это перечислила, что во всем этом она состоялась. Я, конечно, долго смеялась. Блин, состоятельная это наша. Вот. Потом, значит, ее там в чате начали обзывать, что ты ведешь себя как 15-летняя девочка. Она начала говорить, а что плохого в любви 15-летних детей? Ну, в принципе, что? Ничего плохого нет, конечно. После этого, в общем, видать, ей надоело сидеть со зрителями, она пошла душить Сашика. В этот раз она не валялась на кровати, не растопыривала вот так ноги, не показывала свои мокрые промежности, но она ушла, в общем, за кадры, за кадры душила его там. А Саша, судя по всему, пришел к ней, значит, в комнату, укрылся от этого шума и гаммы, который там с детьми внизу, ну, наверное, скорее всего, надел наушники и сидел, слушал там или игрался, я не знаю, игрался, потому что она говорила, что ей не нравится, когда мужчины, значит, играют. Сто процентов он игрался. Вот. И она вышла из кадра, пошла его душить. Ну, игрушки. А говорит, что не 15-летняя девчонка. Все это время она страдала, что у нее не появляется Донат Аллерс. И о счастье, к концу стрима, в общем, Донат Аллерс все-таки появился. И она начала к зрителям приставать, ну, пришлите мне хоть копеечку для того, чтобы посмотреть, работает Донат или нет. Работает. Прислали ей потом Донат опять все-таки. Притух. Потом Саша опять появился в кадре. А, нет, подождите, это она говорит, что вот Саша не испугался появиться в кадре. Он не испугался вот этого наплыва хейтеров. Это я, говорит, за несколько лет уже приобрела такую шкуру, что мне типа того пофиг, что вы там мне наговорите. А вот мои друзья, с которыми, ну, типа того, я стыкиваюсь, растыкиваюсь, вот, с которыми я сосуществую, вот, они должны, значит, как бы терпеть нападки хейтеров. Ни за что причем. И Света терпела, и этот терпел Сергей Петрович, и Надя терпела блаженно, вообще все терпели. Хуже всех пришлось, конечно, вот этим двум толстухам, потому что когда они прочитали то, что про них, в общем, писали там зрители-хейтеры, они ревели в рев, а зачем поехали? Быкова, она прекрасно понимает, она говорит, да, я понимаю, что типа того все, те, кто окажется рядом со мной, они будут подвергаться такому же хейту, а те, кто виноват, естественно, будут подвергаться. То есть люди знают, на что идут. Вот эта Надежда, которая приезжала к ней волонтером, мало того, что она не взяла с меня никаких денег, она еще привезла мне подарки. Ну, я бы хочу сказать, что это или Надежда, или кто там. Ну, приезжала к ней на неделю такая тетка, вот эта вот с кудряшками, седая такая. Она дура, что ли? С миллионерши, представьте, она приехала помочь миллионерши. Ну, человек с головой не дружит. Вот видите, это то, что правда, то, что я говорю, что я сейчас штукатурил. Ну, и все с ней в этой одежде, не видела, руки помыла, здесь не видела. Ну, вот, что дальше было? Вот. И она, понимаете, говорит, но это все мои друзья. Наши отношения основаны на дружбе. А вы знаете, я уже давно хочу задать вопрос, я не верю в эту дружбу. Там товарно-денежные отношения. Особенно, когда вот Быкова приезжает со своих очередных покатушек и хвастается перед Светой, которая сидит с ее детьми за деньги. Ой, посмотри, у меня маникюр. Ой, посмотри, у меня ноготки. Ой, посмотри, у меня уши. Ой, посмотри, у меня сережки. Ой, посмотри, ты знаешь, где я была. А она типа того Света так радуется. Блин, я, знаете, все время все ловлю на мысли. Неужели Света вот от чистого сердца радуется, где была Быкова? Ей-то какое дело? Быкова, как только перестанет платить нормальные деньги вот этим помощникам, вот эти два мужика, которые приходят ухаживать за лошадкой, это просто, ну, понимаете, колынь для них. Как только Быкова перестанет платить, вот эти все дружеские отношения тут же закончатся. Они ее просто используют, как Быкова использует своих зрителей, своих хомяков, так и эти вот друзья ее. Также ее используют, такую дуру, которая, в общем, платит деньги за ни за что, и то не свои. Вот так вот, такие друзья дела. Вот, она теперь зато всех, все-все понимает про хейтеров, и мне в комментариях начали писать, что, ой, она придумала хейтерам новое, значит, название. Забыл какое. Так, я не записала, друзья, я не записала, какой хитернутый, что-то такое вот. Или это мое уже, моя придумка, хитернутый. В общем, короче, на хейтеров обозвала каким-то новым именем, там, в общем, подписоты ее хомячихи прям вообще счастьем писают в штаны от того, что Быкова наконец-то нашла имя говноканалом, обзорным каналом. Она их проткнула, приткнула, вот так, как бабочку булавкой на стенд, ну, в общем, Быкова победила, как всегда. Вот, и дальше она начала играть в самую честную, то есть начала озвучивать свои донаты, а вот вы знаете, на карту мне пришло столько, а вот на донатах мне пришло столько, а на PayPal столько, я же никогда, говорит, не вру, мы уже 15 тысяч почти набрали, и в прошлый стрим мне на донатили 16 тысяч. Видать, доходят до нее вот эти вот, как вам сказать, наезды обзорных каналов про то, что она брешет постоянно. А что она в эту честную играет? Ты возьми кредитный договор, покажи, то, что ты на машину собираешь. Почему нет-то? Ну, если ты такая честная, если, блин, по 52 тысячи каждый раз собирают, покажи кредитный договор, а вы знаете, это, блин, я не знаю, но если ты такая честная, покажи, а эти, нам не нужен, мы верим, да не надо верить никому, тем более блогерам, тем более таким, как Быкова. Бураки вы, хомяки, вот реально вам говорю, вот вы поживете еще на Ютуб, ну, годочек, и вы поймете, что Татьяна Казачка была права. Вот такие дела, дорогие друзья, вот, свечка моя опять горит. Не нарадуюсь, правда, не нарадуюсь. Всем пока, я с вами немножко отдохнула, сейчас еще пару интересных моментов про Ольгу Уралочку, и пойду штукатурить дальше. Всем пока.